Девушки отдыхают Каждый будний день к нам приходят в гости очень яркие и классные люди, которые связаны с юмором. И сегодня у нас актер, шоумен и капитан команды КВН Саратов. Кирилл! Я хотела вместе. Кирилл Лопаткин! Я дал это право тебе, потому что у меня в голове объяснение. Друзья, вы думали, вот что сейчас было, вот зачем все это было. Но не могли мы не воспользоваться вот этим самым голосом, потому что обычно объявляем мы, обычно к нам приходят. Мы встречаем. А тут, ну, человек с таким голосом, ну, то есть... Но сегодня необычный день, необычный будний день. Продолжай. Все пошло необычно, и это чертовски приятно. Может, мы тогда сегодня не о юморе будем говорить, а о чем-нибудь другом? Я думаю, ты скажешь, может, тогда мы сегодня не будем вести, а останешься один здесь? Ну, нет, конечно, юмор — это основополагающие принципы жизни, мне кажется, всех. Нет, именно твоей жизнью, но мне кажется, не всех, то есть не вообще. Окей, тогда у нас есть такой, знаешь, традиционный вопрос для всех наших гостей. Обратно на рельсы, Кирилл! Обратно! Есть у тебя какой-то совет вот для всех, не знаю, кто сейчас в пути, в дороге, вот эта осень, слякоть. Как научиться относиться к жизни с юмором, несмотря ни на что? Надо в первую очередь всегда думать позитивно, и я думаю, что надо просто понимать, что потом, когда пройдет много лет, ты будешь жалеть о том, что ты относился плохо и с негативом ко всему, что происходило в твоей жизни. А ты просто потратил на это время, а жизнь-то она у нас одна, поэтому нужно об этом помнить, что жизнь одна, и поэтому надо ко всему относиться легче. И юмор, конечно, в этом незаменимый помощник. Но вот интересный вопрос. Юмор, это все-таки врожденное или же приобретенное? Вот ты с детства был веселым парнем, или, может быть, ты это от кого-то впитал? Я думаю, что нет, я думаю, что это не врожденное. В любом случае, я уверен, что это можно приобрести. В моем случае, наверное, это просто было в семье. Мой папа, он очень много шутил, и я помню, что он шутил остроумно. Я не помню, что именно он шутил, но я помню, что я отмечал просто. Это самое главное. Я не помню, папа, что ты шутил, но он смешал. Я не помню конкретных шуток, но я помню, что это было всегда остроумно, и все, как бы, если были какие-то компании, дни рождения или что-то, все говорили, что, типа, вот, круто. Это было круто. Ты знаешь, вот ты как, Кирилл, как академик, рассказываешь, что да, надо вот относиться к жизни с юмором, там, вот. Все, слушай, я это и в книжке тоже прочитал. В книжке? Да, в книжке. Да, в книжке. В электронной книге. Послушай, почитай Дейла Карнеги, вот ровно о том же. Но все-таки давай вот конкретно возьмем ситуацию, когда очень плохо, может быть, когда вот, ну, вообще, ну, вот, ну, какой юмор. И все равно ты бах, и относишься к этому легко. Вот как вот этого эффекта добиться? Ну, это, мне кажется, такая штука, над которой бьются очень многие, во-первых, всякие коучи и так далее. Они пытаются объяснить обычным людям, как вот в тот самый момент, тяжелый, просто переключиться. Переключиться резко и относиться играючи, просто играючи к тому, что происходит. Но я для себя просто выработал несколько советов, которые я говорю людям. Они очень просты. Это бесплатные советы, Кирилл? К сожалению, да. Поехали, спасибо. Первое, друзья, вспоминаю. Не хочется быть как-то должен, да. Просто, ну, на самом деле это может звучать банально, но когда человек улыбается просто, даже пусть через силу улыбается, ему уже на 40, на 30 процентов становится легче. То есть идем от физики, да, а потом уже ко внутреннему. То есть просто, когда тебе плохо, просто ты думаешь, что мне делать? Первый совет, просто улыбнись, реально, просто улыбнись. И уже какой-то градус, и эта планка, она уже на 30 процентов. Она станет, тебе уже станет легче. Друзья, я подтверждаю абсолютно слова Кирилла. Все, это было первое. Второе. Я, я улыбался в метро, поверьте. Все, вы сможете. Даже, даже если это будет, даже если ты понимаешь, что это натянутая улыбка, когда ты с тех, где плохо, а ты вот так делаешь. А люди не будут к тебе относиться? Они же видят, что ты как бы... Кто они? Их нет! А, подожди, надо наедине с собой это делать. Нет, ну, нет, ну просто если мы говорим о моменте, когда человеку плохо, он же как... Ну, я просто подразумеваю, что плохо, это когда ты где-то там один или что с тобой случилось. А я подразумеваю, что когда меня все бесят, раздражают, что я просто готова взорваться, вокруг меня куча людей. Маша, Маша, обычно плохо с людьми, понимаешь? Одной нормально, с людьми так себе. А одной мне всегда очень спокойно и хорошо, если честно. Второй какой совет? Понятно, да. Второй, второй совет, второй совет, ну... Еще пока не приду. Да, второй совет пока еще в разработке. Вот смотри, Кирилл, ты сейчас... У тебя сбила Маша вот своими вот этими насущными проблемами с людьми. Ты сейчас подумай. Да. Музыка, и мы вернемся. Хорошо, давайте. Все время мы говорим с вами по будням, вечерам о юморе. И вот как раз-таки человек, который непосредственно с ним связан. Кирилл Лопатки. А вот тут я хотел же хором, видишь? Ну ладно, Кирилл Лопатки тоже добавлю. На третий раз мы обязательно отрепетируем и сделаем это хором. Скажи, пожалуйста, Кирилл, когда я готовился к интервью, читал твою биографию, которую уже все обмусолили, все это знают, вот эти обыдные вопросы, я не буду задавать. Скажи, как ты хочешь, давай вот о прошлом не будем говорить, кому оно интересно. Ой, а мне про КВН было бы очень интересно поговорить. А ты уже, наверное, устал, да? Поговорим чуть-чуть поговорим, да. Поговорим, окей. О будущем самое интересное говорить в нашем возрасте, общем, да, ну кто-то старше. Нам же всем. О будущем. Вот что будет. У нас клуб 30-летних, кстати. Сколько клуб? 30-летних. К клубу. К клубу уже 30 лет, Кирилл. 30 лет этому клубу, да. Юбилей нашего клуба, друзья, присоединяйтесь на наш огонек. Планы. Как вот из этого бэкграунда КВН, вот из этого бэкграунда твоего голосового, куда ты идешь с этим? Актерского. Я хочу на стране FM свое шоу сделать. Вечернее. Так, Кирилл. Вот, у меня есть сейчас одна идея, я уже как бы там пробовала объявлять, и вроде пока получается хорошо. Так. Вот, если сейчас дальше я договорюсь с директорами, то все нормально, меня завтра сегодня берут. Понимаешь, здесь есть обязательно условия, то есть, либо ты, либо блондин с волосами ниже лопаток, да, ниже лопаток, ниже грудин. Либо блондин, но лысый. То есть, здесь берут только блондинов. Тебе придется что-то выбрать, да. Ты готов, кстати, ради вот хорошей, не знаю, может быть, роли или ради перспективного предложения обрецинался? Да, я готов, я готов. Или отрастить волосы до, не знаю. Я думал, я просто думал о том, что если мне, точнее, не то, что если, а когда, когда мне предложат какую-нибудь крутую роль, ради которой нужно будет измениться, изменить там свой вес очень сильно, тело или еще что-то, или обриться нагло и так далее, я думаю, что это сделаю. Это интересная перемена, которая, я уверен, повлекут за собой еще всякие, всякие интересные истории. А вот, Маш, смотри, раз ты хочешь про КВН поговорить, я помню твой имидж, когда ты начинал играть за команду Саранда. И он несколько отличался от того имиджа, который сейчас, когда ты являешься, если я не ошибаюсь, лицом Хендерсон у нас в России. Ну, а... Являешься или являлся? Уже нет, но пока еще да, ладно. Ну, пока еще да, но я понял, контракт заканчивается. А неужели, неужели есть какие-то кардинальные отличия? Слушай, ну да. Ну, тогда ты выглядел, вот, знаешь, вот... Не, ну я просто был молод, я просто был молод, конечно. Он был, ну, во-первых, мне кажется, такой... Я больше... Шупленький, можно так назвать. Хиленький, маленький. Худенький такой. Снижечка такая, да. Послушай, Кирилл не ходил вот песочного цвета блейзера, как он сегодня, вот с этим вот... Стиль, стиль. Вот с этим вот платочком, вот с этими волосами... Да, да, то есть блейзер. Ты сам, кстати, выбираешь себе стиль? Или же есть некий человек, который следит и подбирает тебе некий образ? Кстати, в основном сам, плюс мне еще очень сильно помогает моя жена, потому что у нее очень хорошее чувство стиля. И у нас есть, как бы это странно ни звучало, есть семейный стилист. Это наша знакомая, к которой мы обращаемся. Она нам уже устраивала разбор гардероба дома и подбирала разные луки, образы, всякие вещи и так далее. Просто иногда мы, если мы что-то покупаем, то мы можем прям ей скинуть фотку и сказать, типа вот, Рая, вот мы собираемся купить вот такое там типа тренч или вот такой блейзер или вот такие там штаны. И Рая пишет в ответ, не бери. Ни в коем случае. Нет, но она пишет, либо типа нет, либо это не подходит, либо типа да, но если это еще носить вкупе вот с такими. А вам важно вот со своей второй половинкой быть вместе как-то в тандеме? Ну, на самом деле нет. Мы, конечно, если мы куда-то идем, в какие-то публичные места, то мы стараемся. Кирилл Брай, сейчас лишнего скажешь. Давай, ну, послушай. Друзья мои, ну вот видите, все такие модные вокруг меня. Кирилл Лопаткин, Машнова и я, собственно, как всегда. Вот такой у нас понедельничный. Вита Корлеона. А мы, между прочим, сейчас, друзья, пока была у нас музыкальная пауза, мы у Кирилла выяснили, что, оказывается, у него есть коллекция галстуков. Можешь рассказать, сколько в твоей коллекции их насчитывается? Ну да, коллекция, конечно, это звучит, может быть, слишком сильно. Для меня коллекция все, что больше десяти. Все, что больше насчитывается, это она, да. Это коллекция. Я просто с университетских еще лет как-то так полюбил галстуки, просто стал там, где я их вижу, где я вижу какие-то необычные, которые мне нравятся. Я их постоянно беру, покупаю, покупаю, и вот их копятся. И сейчас уже, наверное, штук там 60, 70, 80, может быть, уже есть. Кирилл, ты понимаешь, ты нам рассказал не только об этой коллекции, оказывается, еще и Кирилл собирает сахар. Да, это тоже. Вообще, откуда в тебе дар собирателя, Кирилл? Ком из людей в нашей стране нет дара собирателя? Слушай, я в себе, я тебе, можно я немножко про себя, прям чуть-чуть? Ну да, каплю только. Я из себя это просто выжил. То есть я раньше был вот... А сейчас вообще ничего не... Я ненавижу вещи, понимаешь? Ты выкидыватель наоборот, да? Если я вообще, если я что-то вижу, где что-то лежит в количестве больше одного, это мусор. Нет, может быть, может быть, да. Это тоже очень правильный такой подход к жизни, когда ты освобождаешься от всего, от всего. Стараешься, чтобы быть легче, чтобы у тебя в жизни не было ничего. Но здесь еще есть такой момент. Не знаю, вот как бы мне просто... Это нравится, что ты куда-то едешь и сталкиваешься с какими-то событиями, людьми, местами, и при этом еще знаешь, что ты можешь какую-то себе оставить штучку или что-то. Частичку. Да, частичку на память от этого. И когда я себе покупаю галстуки, я просто знаю. Я вот сейчас, глядя на каждый галстук, я вспомню, где я его купил реально. Кирилл, я понимаю тебя. Это еще просто... Я могу вспомнить, в принципе. Нет, тут, в смысле, у кого какая память. Я Кирилла прекрасно понимаю. Я, например, в детстве коллекционировал марки. Ну, это было такое достаточно распространенное явление. А потом я вырос и понял, что марки сейчас, в принципе, они, в принципе, уже как бы уходят. И коллекционировать марки это уже не очень интересно. Но если только это какие-то марки, там по несколько... Не надо об этом, это нельзя в эфире об этих марках. Это другое, Кирилл. Я бы хотела все-таки вернуться к немножечко к галстукам и к внешнему виду. Вот ты реально всегда на фотографиях внешне-то выглядишь идеально, всегда с иголочки. То есть для тебя важно, каким ты предстанешь перед клиентом? Или ты можешь себе позволить прийти, не знаю, в каком-то таком расслабленном варианте и сказать, ну, я же все равно идеален. То есть вот внешние впечатления. Клиенты, конечно, тоже бывают разные, и нужно просто под них подстраиваться. Хотя вы извините, что я вас прерваю, просто кто сейчас подключился, они примерно... Для каких клиентов? Слушай, ты как клиент, там, говорит, ну, клиенты бывают разные, я могу. Я про мероприятия сейчас, именно это тем, что Кирилл является еще шоуменом, ведущим мероприятия. Конечно, просто есть определенный образ, определенный посыл, который мне нравится, который мне близок, в котором мне комфортно, потому что я знаю, что есть люди и среди мужчин таких много, которым некомфортно ходить в пиджаках, в костюмах, в галстуках. Ну, не надо, не надо. Пожалуйста, есть такой человек у нас. Ну, если мне просто это нравится, мне так комфортно, многие там смотрят и думают на меня, блин, чувак, ну, что ты так нарядился, ну, что ты вот пришел в пиджаке, в костюме, в галстуке, ну, мы же тут все вот так, ну, не знаю, ну, просто вот мне так нравится. Зачем ты пересказываешь наш с тобой знакомый сегодня? Я вам расскажу, расскажу очень интересный факт. Я узнал, что в начале 20 века дикторы на Би-Би-Си, когда еще телевидения не было, они читали новости, и они всегда приходили во фраках на радиоэфир. Каждый день они надевали фрак, потому что, когда ты надеваешь фрак, у тебя меняется все, и, естественно, меняется голос, и для них это было важно, очень важные новости. На Би-Би-Си они читали так, и это говорит о том, что твой внешний вид, он тоже как-то влияет, влияет и на твой там, ну, в принципе, да, и на осанку, и на твое какое-то позиционирование. И если, да, и поэтому, то есть это все взаимосвязано, вот это все, мне кажется, интересно. Кирилл, именно поэтому, когда у нас второй час новостей, собственно, в 7, когда ты уйдешь, мы переодеваемся, и начинаем читать новости во фраке. У меня вопрос, Кирилл, а ты... Я вижу, что они уже вот здесь висят. Висят, да. Спасибо, что подыграл мне. Отличный выбор, слушайте, ребята. Скажи, ты вот с этого правила начинаешь каждый свой мастер-класс ораторского искусства? Давай теперь вот в эту историю немножко уплывемся. Ну, расскажи вообще, в принципе, о том, как возник этот курс. Значит, да, да, о том, как важен голос, в принципе. Да. Естественно, естественно, он важен. Я всегда говорю о том, что даже учитывая, что мы живем в веке информационных технологий, все уже переписываемся с помощью мессенджеров и так далее, и так далее, все равно речь остается основной коммуникативной, коммуникативной, притягательной историей, потому что все основные слова, главные слова в нашей жизни мы всегда говорим. Говорим не пишем, а говорим. Либо по телефону, но это в крайнем случае, но в основном вот так мы встречаемся лично. Конечно, мы бы могли провести сегодняшний эфир в онлайн-режиме, я бы вам что-то писал, вы бы тоже писали, но это было бы никому неинтересно. Ну нет, это была бы какая-то неживая замороженная история. Вот смотрите, сейчас мы покажем, насколько живая история, просто послушаем музыку и продолжаем. Важней же, Вайс. Родные наши, вот вы и вернулись, я знаю, вы нас ждали. Всем-сем-семь еще разок привет, это вечерний эфир на телерадио-канале «Страна ФМ». Кирилл Лопаткин сегодня у нас в гостях. Кирилл, я, кстати, тоже готовилась к интервью, где-то вычитала. Кирилл, ты как на бой вышел, показал так двумя руками. Внимание, что в детстве у тебя уже открылись, значит, твои таланты, у тебя было детство, это самое главное. Вот что ты уже начал как-то интонировать, у тебя начал прорезаться голос, и ты даже уже и начал пародировать кого-то, чего-то. И вот, кстати, успех тебе принесла пародия Микки Мауса «Быдло». Первую грамоту за лучшую актерскую игру. Что это вообще такое? Это было такое, да, это было такое. Я просто реально, у нас был какой-то номер такой в КВН еще, когда мы играли в университете, у меня была факультетская команда. И был какой-то номер, где Микки Маус, который с Плуту отнимали какие-то там деньги у Дональда Дака или что-то такое. Ну, то есть это была такая очень необычная, интересная история. Необычная для кого? Для Саратова вполне себе, мне кажется, тоже могла бы. Необычная для всей страны, а в Саратове мы просто вышли на улицу и посмотрели, чтобы показать. О, вот Микки Маус. И увидели Микки Мауса с Плута, отнимающего деньги. Микки Маус с Плута, отнимающего деньги, да. Хорошо, давайте покажем. Ребята, вы не против? Нет, конечно, нет, все, ладно. Мне нравится, что ты уже выключился, потому что именно с Микки Маусом будет связан наш следующий конкурс. Миша, для тебя я приготовила небольшой реквизит. Я буду кофе, как всегда. Иди возьми его, пожалуйста, за столом, пока ты его надеваешь, берешь. Друзья, как всегда, я ничего не знаю, что здесь происходит. Миша, у нас подопытный. Я знаю, что Кирилл отлично импровизирует. Подожди, а то, что я здесь нашел за столом, я должен это одеть. Надевай, пожалуйста, да. Надеть, Михаил. О, хо-хо, я сказал, вы не расслышали букву М. Миша, иди сделай это в кадре, я тебя прошу. А что, я уже приду? Давай, давай, давай. Все, а я тогда встану к тебе. Волд Дисней. Кирилл, вставай, это тоже важно. Что мне нужно делать? Я плохо вижу. Вставай в центр, тебе не надо ничего видеть. Тебе нужно просто встать. Кирилл, смотри, мы сейчас с тобой будем импровизировать. Вот он есть, Микки Маус. Не знаю, у тебя есть... Это Микки Маус быдло? Это настоящий Микки Маус быдло. Это Микки Маус быдло, да, которое тебя обидело и расстроило. У тебя есть... Расстроило, это оно? Это оно. Он тебя обидел и расстроил. У тебя есть в Инстаграме очень классная роль, каратель. Мне безумно нравится. Давай сегодня покараем Микки Мауса и скажем, почему плохо быть Микки Маусом. Я хочу... Друзья, я хочу сказать одно, почему я узнаю об этих вещах последних. Смотри, 10 правил, почему плохо быть Микки Маусом. У карателя есть еще одно свойство, он никогда не доходит до конца. До финала, все правильно. Мы тоже не дойдем до финала. Да, Микки, Майкл, у нас сегодня все сошлось. Смотри, я буду называть тебе 10 причин, почему классно быть Микки Маусом. Ты мне в ответ будешь называть 10 причин, почему плохо быть Микки Маусом. Давай попробуем? Давай. Все, ты готов? Да. Итак, друзья, время... А что? А что? Подождите, подождите, подождите. А я что делаю? А ты самое главное, ты внимательно слушай, и в конце тебе надо будет сделать выбор. Ты все-таки на моей стороне или на стороне гостя? Скажите, Микки Мауса можно бить? Да, только не сильно тебе дать по всем. Все порядок, все порядок, все порядок. Ты же спортивный, ты боксом, кстати, занимаешься? Я занимался карате, у меня красный пояс, и хочу показать пару приемов на Микки Маус. У меня спортивная стрельба, подождите, что мне делать? Тебе надо стоять и слушать. Давай, ты, я, ты, я. Ты почему плохо быть Микки Маусом, я почему хорошо быть. Итак, 3, 2, 1, я начинаю. Классно быть Микки Маусом, потому что его любят дети. И взрослые его ненавидят. Почему? Почему? Потому что его любят дети. Все, что любят дети, взрослые ненавидят. Классно быть Микки, потому что он всегда одинаково одет красно-черно. Ему не надо менять имя. Ну это же ужасно банально, все время ходить в одном и том же. Надо меняться. Ты можешь другое что-то, кстати, придумывать, а не мне в эту стать. Итак, классно быть Микки, потому что он никогда не поправляется, и ему можно есть на ночь. Но самое ужасное в нем То, что он мышь Это мышь, это ужасно Это серая мышь, это не личность в этом плане Это американская мышь Так, окей, классно быть Микки Маусом Потому что у него есть подружка Мини Кстати, иди сюда, наконец-то Подружка должна быть Макси Подружка Мини, это скучно Это скучно Микки, я для тебя стараюсь Классно быть Микки Маусом Потому что он все время живет В Диснейленде, во Франции Живет на крыше, это гораздо круче Там больше всего интересно В Диснейленде невероятно дорого жить Дороже, чем в центре Москвы А на крыше воры, нормально, свои люди Тратят бабки Теперь ты начинаешь, все, я буду продолжать У меня закончился резерв, давай Он же дружит с уткой Он дружит с уткой, это ужасно Ну смотри, а, классно быть Микки Потому что у него много сказочных друзей Героев Должно быть много В жизни друзей обычных Неважно, герои они или нет Каждый из них может стать героем А еще, я не знаю, что мне придут Наверное, классно, классно быть Микки Маусом Потому что он всегда веселый Смотри, он всегда улыбается Но он ходит в белых перчатках Это ужасно, они пачкаются Их надо каждый день стирать В Москве сейчас очень грязно Именно поэтому я с этими ладошками В общем Он снял перчатки и мы поняли, что это какой-то просто парень Шарлатан Я не знаю, друзья, почему еще классно быть Микки Маусом? Миш, может быть ты в роли Микки Маусом не поможешь? Почему им классно быть? А классно быть Майком Войсом Эта штука пахнет внутри, понимаете? Мне уже не классно У ней проработал не один человек Это еще один минус Микки Маусом Он пахнет внутри Микки Маус пахнет внутри Ай, какой кошмар Друзья мои, можно я сниму эту штуку? Хорошо, что он не покарал в итоге нашего Микки Мауса Спасибо, Миш, тебе за эту роль Спасибо, Кирилл Прекрасно Кем я только не был Теперь еще и Микки Маусом А кстати, у тебя была какая-нибудь, Кирилл, в жизни такая экстремальная роль? Может быть ты, кстати, был аниматором, работал И вот как раз-таки в ростовой кукле Может быть ты находился в какой-нибудь... Честно говоря, спасибо, спасибо жизни Но в отличие от многих моих коллег, которые начинали в разное время В разных местах по-разному Я в ростовом костюме не работал ни разу Тебе очень и очень повезло Ну хорошо, если не ростовой костюм Ну роль какая-то была такая сложная, не знаю, на сопротивление? На сопротивление, но... Ну не знаю, знаешь, обычно все боятся играть покойников Потому что они очень суеверные Вот что-то такое прям, вау, сумасшедшее У инвалидов в кресле, может быть, тоже, да Нет, ну были такие роли, когда я еще учился в актерских школах здесь, в Москве Давали разные истории, как можно сложнее, чтобы они были разные, очень-очень сложные И инвалиды были всякие и так далее, так далее, да, потому что и это было сложно, реально Было некомфортно как-то выходить из вот этой вот привычной зоны Искать что-то и вообще просто думать, как себя ведут вот эти вот люди Роль которых тебе нужно играть, несмотря ни на что Мне вообще интересно, ты любишь выходить из привычной зоны комфорта? Да, я люблю, я это делаю постоянно, реально Ну что, тогда в следующем выходе Микки Маус, ты, Кирилл Дождемся этого, послушаем музыку Никуда не переключайтесь Оставайтесь с нами Кирилл Лопаткин! Так меня еще никогда не представляли, ребята Кирилл, я хочу сразу же акцентировать внимание на всех твоих актуальных творческих проектах Буквально вчера у тебя состоялся мастер-класс Расскажи поподробнее, часто ли ты устраиваешь такие голосы-речевые тренинги? Да, в последнее время я устраиваю их довольно часто Вчера был мастер-класс «Культура красивого голоса» в Москве, в культурном центре Внуково Ну это так, довольно далеко от центра Москвы Это в новой Москве Да, 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 но в центре новой Москвы И это было, это было, это было тоже интересно До этого у меня были два мастер-класса в Уфе До этого еще тоже в Москве, там в одном из университетов В одной бизнес-компании и так далее, так далее, так далее Я действительно вот эту стезю развиваю, мне это очень нравится Мне нравится это, потому что есть возможность делиться опытом И рассказывать людям о том, как правильно говорить и так далее Использовать свой голос и какие-то ораторские навыки И плюс еще мне нравится это тем, что я сам еще тоже учусь И сам набираю новые навыки Потому что не зря говорят, когда учишь, сам учишься в 10 раз лучше А зачем тебе конкуренты, я извиняюсь? Ну нет, нет, здесь о конкуренции речь не идет Я считаю, что вообще главное, одно из главных правил человека, который хочет стать лидером Это делиться всем Делиться всем Делиться знаниями, чтобы освобождать место для новых И только тогда ты сможешь стать лучше, да Если у тебя есть какая-то льдина, на которой ты плывешь То не нужно сталкивать людей с этой льдиной и думать, что ты останешься, будешь один Поняла Надо на эту льдину Я залезаю на эту льдину, поэтому говорю, руку дай И все, что я вижу от тебя, подошвы твоих Поэтому, конечно, это важно Скажи, пожалуйста, а у кого ты сам учился? Кто для тебя вот пример голоса? Вот для примера Я задам то, чтобы ты как раз подумал, у тебя было время прикинуть всех Вот для меня, допустим, Даренко, Сергей Даренко У него, конечно, такой голос, что... Ой, будет пересматривать эфир и прям ему понравится сейчас Так, а для тебя кто? Даренко, да, ну, конечно, у него интересный голос Мне нравится, например, из актеров, мне нравится Хабенский, мне нравится его голос Мне нравится, есть такой актер дубляжа, Всеволод Кузнецов, известный тоже И вот его голос мне очень нравится Я недавно слушал аудиокнигу Ремарка в его исполнении Я прям просто тонул реально, я просто тонул, потому что мне очень нравится его тембр Конечно же, это Виктор Кириллов, ну, один из... Понятно, понятно Один из глыб У него такой очень-очень приятный голос И я даже на своем мастер-классе использую пару-пару советов, которые он давал в своих разных интервью То есть я это все там где-то искал, читал, смотрел, и это круто Поделись с нами, пожалуйста Да, после эфира за определенную плату Все, я поняла Встретимся в гримене Я же не ждала такого ответа на самом деле Индивидуальная коучинг и так далее 8-9-3 Окей, хорошо Но, Кирилл, очень важно, все-таки дальше куда? В преподавательскую деятельность, в актерскую деятельность или же ведущий? Пока актерскую, да И пока... Окей, актерская это в театре или же больше в кадре? Сериала, кино, полный метр Я думаю, что больше в кино, но мне хочется к этому прийти через разные дорожки Потому что нужно себя постоянно в тонусе держать везде И я поэтому мне доставляет удовольствие записывать всякие видео там в Инстаграме и так далее Несмотря на то, что это считается сейчас модным и стильным И каждый там хочет быть каким-то блогером и вести свой влог Но я не из-за этого делаю, я просто стараюсь как-то все-таки осознанно подходить к этому контенту И делать что-то на злобу дня Не просто животный какой-то юмор, где там чем-то кидаются и... Ну, обычно когда у нас... Ну, да, да, да Обычно машина и все проходит Маша делает, да Так, понятно А чтобы это был какой-то интеллектуальный юмор Да, да Где есть какое-то еще второе дно, где нужно подумать И чтобы это было на злобу дня Вот это очень-очень круто и интересно, когда я вижу отклик в людях, они мне пишут в комментариях А ты сам это все придумываешь или у тебя есть некая? Я все придумываю сам, да, и снимаю это уже сам Кирилл, а если ты все-таки хочешь больше в актерскую стезю вот туда, да Готов ли ты сейчас сыграть в нашем постоянном кино-альманахе, который называется «Блиц-опрос»? «Блиц-опрос» — это вторая часть или первая часть? Это знаменитая 46-я серия Итак... 46-я... Не думай, это хорошая серия, не думай абсолютно, просто отвечай на вопросы Это хорошая серия На этом мы завершаем сегодняшнюю программу Спасибо тебе Спасибо, спасибо Спасибо, друзья, спасибо, увидимся